приветствую вас друзья вы на канале есть вопрос меня зовут александр и сегодня я рад что наконец-то могу вас познакомить робототехническим конструктором для дошкольников не конструктором точнее не роботом который мы стали внедрять в дошкольные учреждения потому что не имели там возможности написали какие-то дополнительные разжеванные методические рекомендации нет этот конструктор изначально создавался для детей с 4-х летнего возраста уж поверьте мне знатоку дошкольников что таких конструкторов очень много именно чтобы он относился к робототехнике давайте посмотрим на него это бодзи от фирмы пай сейчас откроем у нас будет мини распаковка это новый набор совершенно который пришел попробуем его запустить установить настроить и посмотреть что да как и почему собственно он появился мы этот конструктор с александром видели на выставке в нюрнберге не могли долго дождаться когда он появится в россии поэтому я рад вам его показать в коробке находится коробка в стиле матрешки вот смотрите почему-то перевернутая у меня эта упаковочка говорят потяните я тяну инструкция давайте посмотрим на ком языке на русском языке мне кажется когда наши русские люди добавляли инструкцию они неправильно затолкали эту пакет с деталями и собственно все давайте посмотрим что находится в других коробках здесь мне кажется у нас электроника я прав платформа базовая кабель зарядки выглядит и очень похож на ультразвуковой датчик и видимо двигатель больше внутри ничего нет дальше у нас пакет с деталями и так по щелчку пальцев мы соберем самого простого робота и попробуем им поуправлять также наша главная задача понять сколько приложений платные они или бесплатные и собственно чем этот робот отличается от миллиона других роботов кроме того что он для дошкольников погнали итак друзья вот такое устройство у нас получилось посмотрите насколько простой робот из каких крупных деталей он состоит то есть действительно в 4 года любой ребенок сможет собрать такого робота если не сможет сам собрать вы ему обязательно поможете а детали очень похожи на детали лего соответственно мы в принципе можем имея предыдущий опыт как-то собирать и усовершенствовать любого нашего робота потому что лего мы все любим на лего мы потренировались к робототехнике вот пришли и решили поиграть будет если вы думаете что я использовал для постройки вот эту инструкцию то вы ошибаетесь есть программное обеспечение которое называется бодзи бодзи эду если быть точным которая пошагово меня сопровождало в постройке этого робота это напоминает лего когда мы ведушках что-то строим там тоже точно то же самое такое ощущение что производители как бы приглядывались и примерно цвет деталей одинаковый вот этот цвет очень похож на цвет деталей а спайк прайм хотя спайк прайм вышел после того как был анонсирован этот набор я не знаю кто там у кого чего смотрит или люди просто вот вы смотрят цветовые тренды но очень похоже все это дело но нам с вами это не важно а важно что давайте я вам покажу собственно как осуществляется работа с этим роботом и его нюансы для начала запускаем программное обеспечение оно на русском языке и это огромный плюс да если в школах мы все-таки язык плюс-минус знаем то в дошкольном возрасте встретить программное обеспечение на английском языке это не очень хорошо и губительно для бизнеса поэтому наши товарищи из пай все перевели запускаем бодзиеду вы видите что он происходит на экране загружается напоминаю что из этого конструктора по инструкции вы можете собрать 6 моделей все остальные модели дети соберут самостоятельно ведь они такие фантазеры дальше вот эти модельки которые можно еще собрать ринга диди турбо да селикс в общем очень интересные роботы давайте на примере одного попробуем что-нибудь сделать обращаю ваше внимание что наш робот состоит из таких активных элементов как главная платформа которая снабжена динамиком и сейчас звук идет именно с этой платформы далее двигатель и ультразвуковой датчик который у нас распознают расстояние опять же те кто работают с робототехниками все эти датчики знакомы выбираем режим программирования точнее обучение программированию и нам показывают что нам необходимо сделать вы видите что помощник виртуальный нас сопровождает и помогает каждое наше движение он проговаривает соответственно педагог любого уровня сможет справиться с этим роботом просто нужно находиться рядом и помогать детям запускать этого робота нам все говорят что нужно сделать и у нас все получается робот подсоединился нажимаем да вы видите что робот у нас совершил поворот давайте еще раз делаем и очень здорово что движение робота сопровождается переключением по блокам если мы совершим ошибку мы поймем на каком блоке мы допустили на ту или иную неточность это очень важно да вот это такая визуализация далее давайте попробуем просто поуправлять роботом у нас есть виртуальный пульт управления если я нажму вперед у нас робот едет вперед назад могу увеличивать скорость ухты как смотрите какой он реактивный крутится вертится да то есть игровой формат эмоции я могу поворачивать ультразвуковой датчик отдельно да то есть вот такой робот у нас есть а что же еще после того как мы с вами пройдем все уроки нас пустят к программированию то есть вкладка будет доступна чтобы строить да мы нажимаем на вкладку строительство здесь мы смотрим какие блоки нам понадобятся то есть программное обеспечение она доступна любому человеку и каждый в нем разберется итак друзья пришла пора переключиться в режим дополненной реальности и посмотреть что же там интересно запускаем приложение игра использует элементы дополненной реальности необходимо присутствие взрослых дальше я прочитать не успел так у нас загружается загрузилась мы выбираем играть выбираем каким персонажем освоение управления ведь на русском языке нажимаем ok вперед я готов подключение робота сейчас происходит подключение все игровая площадка обозначена вот у нас игровая площадка дети могут это делать на полу все у нас робот в центре игровой области все видите как радуется робот то что все работает дальше к нам приехал персонаж пришел прилетел смотрите как интересно да то есть я управляю в дополненной реальность и все все вопросы они визуализируются они сопровождаются выйти нашего оператора еще параллельно а сейчас мы изучаем основные органы управления то что можно поворачивать влево вправо вперед назад все давайте откроем коробочку откроем боксы все любят боксы поздравляем мы нашли наш корабль собственно таким образом шаг за шаг или в режиме программирования или в режиме свободного управления или в режиме дополненной реальности мы занимаемся с детьми робототехники узнаем в игровом формате различные между режимами узнаем для чего нам нужны датчики это все очень здорово посмотрите все сопровождается график это же классно то есть не нужно там какие-то книжки учебники листать четыре года обучение должно быть визуальным конечно же именно вот таким потому что все серьезное начнется дальше видите мы перешли сами на следующий уровень сейчас мы сможем изучать последовательность покажу вам как происходит это опять же расположили в центре стола пришел наш видите в чем проблема язык интерфейса переведен но диалоги остались теми же что же он от нас требует теперь ты можешь использовать команду вращения я очень рад вот она команда вращения нам предлагает открыть бокс команда вращения выглядит вот таким вот образом ее мы можем переместить переместить на панель программы то есть для того чтобы управлять нам не обязательно использовать с вами пульт можно просто программировать сейчас вот здесь кабинете находится у меня товарищи дмитрий александр операторы они его честно говоря снимая ничего не понимает что у нас тут происходит потому что все происходит у меня на экране тут у нас жизнь а для них это денег и который смотрит в экран и разговаривать сам собой вот такая история давайте подытожим чем же этот робот уникален и стоит или не стоит его приобретать я считаю что робот стоит своих денег мы его приобретали в районе восьми тысяч рублей учитывая что у нас есть несколько средств работы с ним да это среда прямого управления среда программирования и среда дополненной реальности все это заточено под детей четырехлетнего возраста у этого есть некие методические рекомендации в уж сильно игровой форме ну конечно же потому что четыре года куда уж там больше то есть это такие начальные азы программирования и начальные азы робототехники с которыми столкнуться дети и вам ничего не нужно допиливать самостоятельно мне кажется это хороший набор я бы его рекомендовал а и обязательно отдам в любое образовательное учреждение да вот которая там просто пальцем ткнем отвезем и посмотрим получим обратную связь потому что все таки здесь за столом это одно дело другое дело это практическая деятельность потому что к этому конструктору еще нужен вот такой планшет до планшет нормального уровня поэтому здесь нужно понимать самостоятельно же нравится не нравится но как минимум нас постоянно просят привезите что-то новое то чего нет у других вот это то чего нет других это то что появилось совсем недавно именно для детей те которые есть у вас дальше считаю что вы сами можете нам написать в комментариях понравился не понравился набор понимаете ли вы для чего он был создан а и собственно подписаться на канал потому что это важно для нас с вами был александр канал есть вопрос пока